Бюджет на следующий год во втором чтении приняли сегодня депутаты Государственного совета Чувашии. 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Таков консолидированный бюджет Чувашии на следующий год. Он с профицитом в 200 миллионов. Основные статьи расходов образования соцсферы здравоохранения. Больше 4,5 миллиардов пойдут на строительство, ремонт и содержание дорог. 200 миллионов направят на ремонт водонапорных башен для обеспечения жителей чистой питьевой водой. Миллиард 200 миллионов на оздоровление Волги. В Чебоксарах построят очистные для ливневых стоков. Впрочем, денег, как всегда, меньше, чем хотелось бы потратить. В итоге полтора часа прений. Фракция КПРФ в Государственном совете Чувашской республики также не будет поддерживать предлагаемый законопроект о республиканском бюджете на 2020 год. Наше предложение по страхованию работников скорой медицинской помощи не было поддержано. Конечно, можно говорить многое в плане того, что не даем туда, не даем сюда, но как формируется бюджет, вы все прекрасно здесь сидящие знаете. Он формируется задолго до сегодняшнего дня. Очень хочется отметить на следующий год вступление в силу новой программы комплексного развития сельских территорий. И здесь основное, я считаю, это льготная ипотека для селян 3% годовых. Мы были против и в первом чтении, и сегодня подтвердили свою позицию, потому что не нашли оснований, чтобы проголосовать за. Та работа, которая была поставлена по, так скажем, разработке вот этого бюджета, мы считаем поставлена абсолютно неверно. Мы были и на публичных слушаниях, куда должны приходить представители общественности, просить денег, если где-то что-то не хватает. Никто туда не приходит. В итоге парламентская оппозиция целиком голосует против бюджета, потому что там нет предложенных ими статей расходов. Парламентское большинство голосует за, потому что нельзя ставить без средств существование важной сферы. Принципиально важным, я считаю, что бюджет принят. Это означает, что с января следующего года строители могут не беспокоиться, детские сады будут строиться. Это означает, что учителя могут не беспокоиться. В бюджете заложены деньги на обучение наших детей. За каждым цифрами стоит конкретный объект. Например, по Ядренскому району в этом году сдана школа. Два ФАПа дадутся. А по следующему году только опять по Ядренскому району. Это очистные изоружения. Это утилизация свалки. Большинством голосов бюджет принят. На сессии также говорили об индивидуальной программе социально-экономического развития региона. Выгода включения этих 10 регионов заключается в том, что по всем инвестиционным проектам, которые софинансируются с федерального бюджета, уровень софинансирования со стороны федерального бюджета будет составлять 99%. Понимаете, да? У нас там где-то 4,5 миллиарда, я понимаю, на этот год где-то федеральный бюджет на инвестиции должны прийти. И, а стало быть, 1% только здесь нужно набирать. Строители, вот с которыми я в республике говорил, они в целом довольны этим предложением, что мы вошли в состав отстающих регионов. С другой стороны, приняли приоритеты такие, что этим 10 отстающим регионам в первую очередь будут выделяться школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи. И третье, по-моему, касается детей-сирот. Я где-то, может быть, точно не могу сейчас вам формулировать вот третий приоритет. Они будут пользоваться этим приоритетом. Кроме этого, госпрограмма действительно индивидуальной республики и других республик, пока она не утверждена. Если она будет утверждена, она будет дополнительно здесь финансироваться. Но весь вопрос заключается в том, что в следующем году опять будут 10 регионов, и в конечном итоге там будет подробный такой рассвет вести к тому, что Чувашия может уйти из этого списка, другие, наоборот, туда, в общем, подойти. Конечно, мы хотели бы уйти, но одновременно при нынешней финансовой бюджетной политике нужно воспользоваться этими преимуществами.